Также ярко, как разгораются искры огненного фонтана на Соборной площади, дали старт году детского спорта. В перспективе проведения мероприятий, направленных на обеспечение доступности занятий физической культуры для детей. По распоряжению президента Российской Федерации Владимира Путина, во всех регионах страны детский спорт будут поддерживать представители исполнительной власти. Мы задачу восприняли к указанию и, конечно, мы будем проводить очень много соревнований в этом году именно детского спорта, по разным видам спорта, и по бегу, и по лыжам, и по баскетболу. И к нам будут приезжать звезды мирового и хоккея, и баскетбола, и фигурного катания. По всей стране к проекту присоединяются послы года детского спорта, знаменитые спортсмены, продвигающие активный образ жизни. На церемонию открытия в Ульяновск в качестве посла был приглашен олимпийский чемпион по легкой атлетике, заслуженный мастер спорта Крылов Владимир Валентинович. Плакетку спортсмену вручил губернатор Ульяновской области. Плакетку посла мы просим вручить губернатору Ульяновской области Сергея Ивановича Морозова. Официальный сертификат, удостряющий право представлять идеи о спорте и пропагандировать здоровый образ жизни. От Сергея Морозова также прозвучали слова поддержки молодым спортсменам, для которых 2020 год стал непростым. Напомним, для снижения риска распространения коронавирусной инфекции многие площадки для соревнований были закрыты. Пришлось ограничивать в тренировках, пришлось закрывать спортивные комплексы, пришлось проводить соревнования без зрителей. Владислав лучше, чем кто-либо из нас может сказать о том, что это противоестественно. Но даже в таких противоестественных ситуациях наши спортсмены, ульяновские спортсмены в том числе, выступали и выступают достойно. Внимание уделили не только спортсменам. В фонд Международная спортивная академия Третьяка подготовили сладкие подарки для воспитанников детского дома «Гнездышко». Ребята стали почетными зрителями развлекательной программы. Сейчас молодые хоккеисты за моей спиной разминаются перед своим выступлением. Сегодня в торжественной обстановке на главной площади города стартовал благотворительный чемпионат по хоккею с мячом. Участниками матча стали две команды – сборная правительства Ульяновской области и сборная Засвиярского района. Главная цель благотворительного чемпионата – поддержать молодых спортсменов. На будущую перспективу уже запланировано порядка шести спортивных мероприятий, которые будут реализованы в 2021 году. Это фестиваль школьного спорта Станин СНГ, например. Финал Кэсбаскет. Мы эти основания рассмотрим не только как участие самих спортсменов, но и, конечно, гостей нашего региона. Потому что мы подготовили большую презентацию, большую карту достопримечательностей нашего региона. И ожидаем там несколько тысяч гостей. В 2021 году на территории Ульяновской области появится первая спортивная библиотека здорового образа жизни. Александра Никитина, Александр Кудряшов. Новости Управда ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова